Здравствуйте, я Бобинов Григорий Вячеславович, красный доктор, председатель инициативного комитета первичных профсоюзных организаций фабрично-заводских комитетов от Фонда Рабочей Академии. Фонд Рабочей Академии организовывает рабочие движения на протяжении многих лет и готов делиться информацией со всеми, кому эта информация нужна. Итак, возникают постоянно одни и те же вопросы, и мне не лень на эти вопросы отвечать, потому что это основа основ. Сейчас именно профсоюзные движения в самом начале и в самом-самом начале я также стою в самом большом альтернативном боевом профсоюзе и действии. Это профсоюз работников здравоохранения, нас уже там тысячи, и я знаю, о чём говорю. Итак, возникает всегда вопрос, нужно ли создавать организацию. Конечно, первичную профсоюзную организацию надо создавать, потому что опыт, те люди, с которыми общаюсь, говорят о следующем. Вот совсем недавно мне рассказывают товарищи, что вот они ходили-ходили вокруг около, ходили два года, рассказывали, как им плохо живётся, но при этом ничего не делали, собрались, погундели и разошлись. И вот, когда они создали организацию, сразу дело и зашевелилось, потому что организация – это организация, а вот хождение вокруг да около по одному – это ничто, это не налагает никаких обязанностей, нет никакого плана, как говорится, всё это не организовано. И как бы одиночки, они обычно, ну, как бы выстреливают, но это хватает не на очень большой промежуток времени. Итак, надо ли создавать организацию? Да, однозначно надо. Создать организацию достаточно просто, то есть по нашему законодательству это достаточно три человека, проколосовали за создание организации. Протокол я приложу к этому ролику, именно первый протокол, как он примерно должен выглядеть. Ничего страшного в этом нет. Сразу возникают вопросы о финансах. Ну, финансы, вы первичная профсоюзная организация, вам решать вообще собирать эти взносы, не собирать. Но возьмите просто для того, чтобы это была какая-то вот, именно что это дисциплина. Для дисциплины организуйте какие-то сборы, ну, допустим, 50-100 рублей каждый месяц вы сдаёте. Они понадобятся вам хотя бы для канцелярии, для каких-то там бумаги, для листовок. Ну, понятно, может печать свою сделать, может сделать какие-то удостоверения, да, небольшие деньги понадобятся, организуйте этот сбор. Нужно ли организовывать юрлицо, опять же, для чего, на первых этапах непонятно. То есть рекомендую вам с этим юрлицом даже не заморачиваться. Это просто не обязательно вообще. То есть вы собрались, проголосовали, что вы организовываете профсоюз, избрали председателя, его заместителя, ну, допустим, ещё кассира. Всё, организация есть. Заводите огромную тетрадку, ну, например, вот такую, толстую, и начинаете вести работу. То есть ясно, что надо, раз в организации, то проводить собрания. Собрания должны быть по какой-то конкретной повестке. То есть кто-то готовит повестку, в этой повестке, допустим, 5 пунктов. В этих пунктах отчитаться за то, что сделано за предыдущий промежуток времени, допустим, за 2 недели, за месяц, смотря с какой частотой проводится собрание. И в дальнейшем, что вы намечаете на ближайшее время. Соответственно, люди, стоящие в организации, отчитываются за проделанную работу. Вы смотрите, что сделано, что недоделано, планируете на следующий промежуток времени. Это вот организует, дисциплинирует, мобилизирует. Соответственно, после этого вы все это записываете под протокол, ведете протокол, что по такой-то повестке доложили то-то, доклад решили то-то, проголосовал это столько-то, присутствовали столько-то. Ну вот все, что положено. Опять же, как это все ведется, я вам вышлю, прикреплю к этому ролику. Затем возникает вопрос, чем же заняться в первое время. Первое, это надо собирать информацию. То есть, информацию о вашем предприятии, ну, все, что можно. То есть, из открытых источников, если получишь что-то, из закрытых источников найти вообще замечательно. Но перед собой должны поставить следующую задачу. Первое, вы должны, естественно, иметь варианты своих трудовых договоров. То есть, вторые экземпляры, которые вам обязаны давать на руки. То есть, самый лучший вариант, это трудовой договор на неопределенный срок. Если у вас срочные трудовые договоры, ну, вот один из пунктов, за что потом будет надо бороться. То есть, перевод со срочных на трудовые договоры на неопределенный срок. Второе, это, естественно, надо знать свои обязанности. То есть, вы должны взять вот эти вот обязанности. Ну, где их брать? Но обычно это есть в отделе кадров. Вам, в принципе, вы за это расписываетесь. В охране труда должно быть. И, в принципе, в профсоюзе. Тот профсоюз, который есть, назовем его желтый, скорее всего, есть вот эти обязанности. Третье, что нужно, это, естественно, карты соуд, либо аттестации рабочих мест. Но аттестация рабочих мест уже канула в лето, поэтому карты соуд. Опять же, это должно быть еще и в профсоюзниках, в охране труда. Четвертый документ, это, естественно, коллективный договор, который действует у вас на предприятии. Возможно, в этом коллективном договоре есть такое, что все уже для вас сделано, и вы просто не знаете, что вам это положено, и уже не за что бороться. Это, конечно, шутка, раз вы организовываетесь. Наверняка есть за что бороться. Брать информацию можно в профсоюзе. Там, скорее всего, и не поймут, для чего вы это все берете. И дадут запросто в отделе кадров под вопросом. Ну и подавать запросы вы сразу как бы засветитесь. Можно различным альтернативным путями. Тем более, можно не идти в лоб. Всегда есть в администрации такие люди, которые просто отдадут вам эту информацию. Ну и, соответственно, собирая информацию, вы параллельно можете начать писать проект СОО коллективного договора. Делается это очень просто. На фонде Рабочей Академии на сайте есть несколько именно проектов коллективных договоров и уже заключенных коллективных договоров. Я за основу для СОО коллективного договора брал коллективный договор докеров, проработанный документ. Там очень все просто исправляется. И сами понимаете, если я это переделал, из него получился коллективный договор для медиков, а это коллективный договор докеров, то есть грузчиков, понимаете, что насколько там общие темы, насколько это касается всех трудящихся. И, соответственно, когда вы напишите коллективный договор, у вас будет, ну, именно не коллективный, а проект коллективного договора, соответственно, у вас появятся ясные цели, к чему стремиться, ну, и сформируются вот эти так называемые требования. То есть требования цели будут ясны, и вы напишите план, как вы будете добиваться этих целей. То есть основное это в дальнейшем собрать коллектив, более 50% работников вашего предприятия, чтобы заключить коллективный договор. Возникает вопрос, а если вот у нас такое предприятие, которое разбросано по многим городам или по многим там филиалам и тому подобное, и невозможно собрать всех работников, чтобы провести конференцию, тоже есть выход. Фонд Рабочая Академия разработал уже документы. Если взять, опять же, Трудовой кодекс Российской Федерации, прочитать статью 40, там написано, что коллективный договор может заключаться целиком на предприятии, может заключаться с отдельными обособленными подразделениями, с отдельными филиалами. Поэтому варианты есть, но даже если такое невозможно, то можно ту же самую конференцию с одной и той же повесткой провести на различных филиалах. Там будут банальные два пункта в этой повестке. Первый – это ознакомление с проектом коллективного договора и принять ему за основу. И второй вопрос повестки – это о доверии защищать коллективный договор и представлять работников тот профсоюз, в моем случае это профсоюз действия, от всех работников. В дальнейшем это все проводится во всех филиалах, все эти протоколы собираются в один, подсчитываются голоса, если там оказывается больше 50% работников, то, соответственно, это легитимно и можно защищать этот коллективный договор. Все остальные действия, которые планируются именно и должны планироваться, они должны именно идти в плане, то есть должны быть ясные цели, то есть, допустим, заключение коллективного договора с хорошими условиями труда, соцзащиты и достойной оплатной труда. И, соответственно, в этом плане там можно написать и встречи, и митинги, и какие-то другие коллективные действия, которые именно подготовят людей, с той и с другой стороны, к заключению прогрессивного коллективного договора на вашем предприятии. Возникает также вопрос, что почитать, где поучиться. Почитайте Федеральный закон номер 10, там 40 страниц. Почитайте Трудовой кодекс Российской Федерации, хотя бы начало, там первые 80 статей, это еще 40 страниц. Ну, также очень много материалов именно жизненного опыта на сайте Фонда Рабочая Академия. Там есть классная такая книжка «Экономическая борьба», которую написал Михаил Васильевич Попов. Там просто куча жизненных примеров, как, что и зачем поступать в той или иной ситуации, все разжеванно. Можно посмотреть также лекции на канале Рабочая ТВ от Фонда Рабочая Академия. Там тоже все очень-очень много лекций, именно как поступать при той или иной ситуации, как заключать коллективные договоры. Сколько на это уйдет времени? Ну, я думаю, уйдет от трех до шести месяцев. Но при этом у вас будет полный арсенал, и у вас в голове сразу все сложится, и вы будете понимать, что и как делать. Также можно поучиться. То есть, если вы находитесь в Санкт-Петербурге, и в Москве, и в Нижнем Новгороде, то семинары проходят постоянно именно под эгидой Рабочей партии России и Фонда Рабочая Академия. Также Конфедерация Труда России тоже проводит свои учебы в Москве, в Санкт-Петербурге и в других городах. Но непосредственно то, что из ближайшего времени я знаю, это, соответственно, проходит Российский комитет рабочих. Он проходит в Нижнем Новгороде, будет проходить в этом году в марте 21-22 числа, то есть в субботу-воскресенье. Туда приезжают рабочие со всей страны с конкретным опытом борьбы за свои права, за улучшение условий труда, за достойную заработную плату. И там, соответственно, можно пообщаться конкретно с этими рабочими, которые конкретно борются. То есть если вам неохота ничего читать, ничего слушать, то, соответственно, и хотите узнать, как это происходит, то лучше мероприятия не найти. То есть Российский комитет рабочих в Нижнем Новгороде 21-22 числа. То есть, допустим, сейчас во Владимире мои коллеги, медицинские работники объявили итальянскую забастовку, потому что там ужасные условия труда, крайне низкие зарплаты. И вот они написали какое-то обращение к министру здравоохранения, выступили это, записали на камеру. Ну, оставим в стороне, насколько это будет эффективно. Но общий момент, что вот они вступили на этот путь организованной борьбы за свои права, и надо всё равно учиться, где только возможно. Итак, Владимирская область граничит непосредственно с Нижегородской областью, соответственно, сели на машину и доехали до Нижнего Новгорода 21-22 числа. И поучились у людей, которые уже организовывали именно коллективные действия для того, чтобы добиваться того, что они хотят. И, соответственно, у них спросить рецепты, как это делать. Ну, вокруг Нижегородской области куча других областей. Это такие, как, по-моему, Рязань, Кострома, Чувашия, Мариэл, Мордовия, что-то ещё. То есть, соседние области можете доехать. Что касается рабочих, то на это мероприятие можно приехать и обладать правом решающего голоса. То есть, для этого достаточно собраться пяти рабочим и написать, что они направляют такого-то, такого-то для участия в Российском комитете рабочих. Скинуться по 300 рублей ему на дорогу, а может быть и не надо, если он там, или на бензин, если это рядом область, либо в самой Нижегородской области. И, соответственно, приехать на Российский комитет рабочих, поучаствовать в заседаниях. И если вы рабочий, то вы обладаете правом именно решающего голоса и будете принимать там решения на этом Российском комитете рабочих. И если же вы приедете от профсоюза, вы будете именно совещательно обладать совещательным голосом, как, например, я, когда туда приезжаю. И тоже будете влиять на решения этого Российского комитета рабочих. Так что учиться надо везде. Лучшей площадки на данный момент я не вижу, потому что она проходит регулярно. Весной и осенью примерно в одно и то же время, повторюсь, это будет 21-22 марта. Этого года. Еще один вопрос. Это, конечно же, параллельно надо вести агитацию. И на каждом собрании желательно принимать новых членов профсоюз, чтобы организация ширилась. Для этого надо параллельно, конечно же, вести агитацию. Может быть, распространять какие-то информационные лески. Что есть какие-то проблемы, решаются проблемы таким-то, таким-то образом. То есть люди будут понимать, что на предприятии есть какая-то организация со здравыми мыслями. И люди понимают, что надо и как делать. И это даст вам плюс в дальнейшей вашей борьбе. Из вышесказанного ясно, что профсоюз создавать надо. Что только организованные коллективные действия приведут к наилучшим результатам вашей борьбы. Ну и будьте здоровы! А пока, пока!